В 90-х годах В 90-х годах я служил в советской армии, а по возвращении стал защищать Зангелан от армянских оккупантов в составе отряда самообороны. Наш отряд состоял из четырёх человек – Мамедов Байрам, Джумшут, Нуриев, Сулейман и я. Нас в семье было четыре брата, и все мы сражались на передовой. Армянские позиции располагались в горах. Однажды армянский снаряд разорвался у нашего дома. Погиб мой племянник, который играл во дворе. Поэтому мы хотели захватить экипаж танка, который стрелял по жилым домам. Мы заняли позицию, с которой стрелял танк. Прождали трое суток. У нас не было ни еды, ни связи. Сослуживцы беспокоились, что мы попали в плен. Но мы не сдались и достигли своей цели, уничтожив врага. Захватили их оружие и вернулись в часть. Моему брату Балоглану было дано указание за ночь пройти через лес. В шесть часов утра мы заняли позицию и освободили населённый пункт Кызлара-Разы. Это было 10 апреля 1993 года. Около полудня мы добрались до одного из сёл. Мой брат сказал, что тут могут быть армяне. Он оказался прав. Один армянин закричал что-то на своём языке. Было отчётливо слышно слово «тюрк». Затем побежал за казарму и тут же ударил в нас из гранатомёта. Мы с Тремглав легли на землю, но тут по нам начали стрелять с снайперской винтовки. Одна из пуль задела моё ухо. В моего товарища попали дважды. Её, настекая кровью, умер прямо у меня на глазах. Я уцелел чудом. Мой брат всегда говорил, армяне смогут войти в Зангелан только через мой труп. Ему было 33 года. Он был командиром разведки. После перекрытия городистской дороги противник перешёл в наступление. На стыке Джабраильского и Зангеланского районов было кладбище. Именно там наши бойцы вырыли окопы и встали на пути врага. 25 октября в 8 часов утра армяне перешли в наступление. У них было 7 танков, у нас же только гранатомёт. Наши ребята сумели подбить 3 вражеских танка. Армяне стали отступать. Во время второго наступления выстрел сразил моего брата. Я узнал о произошедшем только ночью и сразу же бросился туда. Поиски успехом не увенчались, и я продолжил их утром. Я искал брата вдоль Араза, думал, что он только ранен. Но его не было и там. Тогда я направился к Худоферинскому мосту и притаился неподалёку. Моему взору открылась страшная картина. Трое армянских солдат стояли у тела моего брата. Я молил Бога только о том, чтобы армяне поскорее ушли, не заметив меня, и я смог забрать тело. Мои молитвы были услышаны. Мне позвонили и сообщили, что Зангелан освобождён от оккупации. Меня охватило непередаваемое ощущение счастья. Первое, о чём я подумал, это было то, что мне нужно поскорее сообщить эту радостную весть моей матери. Я позвонил ей и сказал, что наши земли вернулись. Это наша земля, земля, где я появился на свет. Мы никогда не забывали о ней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова